ОППОЗИЦИОНЕР В ПРОШЛОМ И УЛЬТРА НАЦИСТ В НАСТОЯЩЕМ Я лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой, Конституции, прямо на Майдане Незалежности Антон Красовский понесет ответственность за призыв к геноциду украинцев Прям топить таких дефицитовщих, прям вот там, где плыны кача Суд заочно приговорил кремлевского пропагандиста к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Служба безопасности Украины По материалам СБУ тюремный срок получил директор Russia Today, призывавший к геноциду украинцев В ходе следственно-оперативных действий собраны доказательства вины бывшего директора по вещанию про кремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в преступлениях против Украины Обвинения в адрес украинофоба предъявлялись по двум статьям Криминального кодекса Украины Часть третья, статья девятая Публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя Или к захвату государственной власти, совершенных с использованием средств массовой информации Часть вторая, статья 442 Публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду С целью их распространения или распространения таких материалов Скандальный Красовский не так давно проявил во всей красе свою запредельную токсичность И успешно пробил дно российской пропаганды, которая, казалось бы, пробивать уже некуда На федеральном канале Российской Федерации Russia Today во время эфира Антон Красовский открыто призывает убивать и топить украинских детей А какие, откуда были эти дети? Это были совершенно русскоязычные, с русскими фамилиями пацаны Которые, у кого-то там отец был военный, у кого-то кто-то еще Ну то есть это были абсолютно русские, русскоязычные А прям топить таких надо было в Тесыне Прям вот там, где плыны кача Вот прям топить этих детей, топить Это не ваш метод Прям в Тесыне Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди и писатели-фантасты А это наш метод Вот прям сказал, что, так сказать, о баскале оккупировали И сразу прям бросаешь в реку с бурным течением И там каждая, значит, изба называется Сморякова хата И вот прям в эту Сморякову хату прям забивать и сжечь Вот оно, настоящее лицо России И один из российских пропагандистов Прекрасно устроившихся у кремлевской кормушки Любой человек, русский человек, который не поддерживает военную операцию по освобождению русских людей А на нашей русской земле, а я считаю, что наша русская земля распространится до Варшавы А это подонок А ведь не так давно и сам был на минуту оппозиционером и ярым критиком пропутинской политики Я не поддерживаю Владимира Путина в ситуации 2012-2013 года 2011 года, когда Владимир Путин пошел на, с моей точки зрения, абсолютно нелегитимный свой, так называемый, третий А на самом деле мы все прекрасно понимаем четвертый президентский срок Вот с этого момента, да, я Владимира Путина не поддерживаю Но совсем неожиданно кровавые российские рубли в край поменяли ситуацию Бывший критик власти Нельзя строить идеологическую парадигму на негатив Как это сейчас происходит в нашей стране Гомики плохие, нацики плохие, либералы плохие И вообще из либералов лучше бы и абажур сделали А вот это же государственная сейчас парадигма Это парадигма гитлеровской Германии Резко становится ее обслугой Вся так называемая русская интеллигенция Этой страны не должно быть И мы сделаем все, чтобы ее не было Заступается за диктатора Путина и снова призывает топить Топить митингующих Вот вы радуетесь, что у власти действительно находится Владимир Владимирович Путин А не такой, например, м***й, как я Был бы я у власти, я бы сейчас вас всех натурально повязал там И прям в мойке в это утопил Без всяких разговоров Абсолютно неуравновешенный представитель российской пропаганды С началом полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины Начал выслуживаться крайне успешно Скоро вы все вернетесь Вы все вернетесь Русский Киев, русская Одесса Русский Харьков Вы все будете с нами И будете счастливы, наконец Кричал громче всех Мы отнимем у вас вашу конституцию Посажим ее на Крещатике вместе с вами На ваших же огнях, как вы любите И регулярно производил яркий контент Горит в аду Проклятая Америка Проклятые пиндосы Но произволу пришел конец Высказывания, перешедшие все границы Без внимания не остались Российские пропагандисты с уверенностью и величием промывают мозг российскому зрителю С верой в великую Россию и безнаказанность Но оставить все как есть и забыть точно не получится Ведь ответственность предназначена для всех в равной степени Отвечать придется не только военным с передовой Но и пропагандистам, вещающих из своих теплых студий Лично я считаю наиболее реалистичным путь Третьей мировой Потому что зная нас, зная нашего руководителя Путина Владимира Владимировича Зная, как вообще здесь все устроено, это невозможно Ну то есть нет вообще шансов Что мы просто сложим лапки и скажем, вы знаете, не получилось Пять лет лишения свободы То, что уже в скором будущем настигнет преступника Антона Красовского Максимальный срок предвиденных санкциями обеих инкриминируемых статей Как бы не раскаивался Красовский Я не прошу меня простить, я прошу меня понять Дурака понять Я виноват перед своими друзьями, товарищами, перед коллективом Арксии Я виноват перед всеми матерями, кто в ужасе услышали этот текст Я виноват И вину эту я понесу с собой Она будет в моих снах и печалях всю мою оставшуюся жизнь И не пытался оправдаться Я сижу в этом эфире десятки раз в месяц И меня раз от разу заносят куда-то Куда может занести тот бес, что сидит на одном из моих плеч, как писал Достоевский И вот тут он меня занес Никакие извинения, прозвучавшие из уст пропагандиста Не смогут стереть из памяти призывы к геноциду Я виноват Я не уверен, что ее можно искупить Я всегда хотел быть лучше врага Моя страна хотела быть лучше врага И я дурак Смешал добро со злом И облажался, скурился Не знаю, можно ли меня простить Я себя никогда не прощу Простить нельзя А вот понести наказание вполне реально На данный момент местонахождение Красовского не родная Россия Ведь военный преступник скрывается за границей Но это не станет помехой для сотрудников СБУ, которым известно его местонахождение И которые делают все возможное для привлечения виновного к ответственности Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok